Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Очень мало времени, но очень большие новости. 22 июня 2021 года я уже предупреждал о том, что Великобритания может запретить биржи Binance работать на территории страны. Что ж, Управление по финансовому надзору Великобритании только что запретило британскому подразделению Binance осуществлять любую регулируемую деятельность на территории страны. В приказе регулятор перечислил меры, которые фирма должна предпринять до конца рабочего дня 30 июня 2021 года. Разместить на видном месте веб-сайта и других каналов коммуникации или в соцсетях уведомления о запрете. Удалить или, если нет такой возможности, дать инструкции по удалению всех рекламных акций, которые она проводит в настоящее время. Предоставить письменное подтверждение предпринятых шагов. Также в предупреждении для потребителей регулятор отметил, что Binance Markets Limited является частью Binance Group. Никакая другая организация в Binance Group не имеет разрешения регистрации или лицензии в какой-либо форме на ведение регулируемой деятельности Великобритании, уточнили у регулятора. Решение о запрете криптовалютной биржи связано с принятием жестких действий регулятора в отношении криптовалют за их роль в незаконных действиях, отмывание денег и мошенничестве, а также продиктовано заботой о защите потребителей. Наверное, еще с полгода назад мы с вами говорили о возможном падении крипторынка из-за регулятивного шока. Сейчас мы наблюдаем, как это предположение воплощается в жизнь. Но несмотря на банк Binance в Британии, граждане Великобритании могут получить доступ к услугам в других юрисдикциях. Вмешательство Управления по финансовому надзору Великобритании в криптовалютные дела в последние дни – один из самых значительных шагов из всех уже совершенных регуляторами по всему миру. Наверное, Binance становится первой биржей в прицеле регуляторов из-за того, что торговая активность на бирже в этом году резко и значительно выросла, что сделало ее самой большой биржей в мире. Запрет Binance может поставить граждан Великобритании в подвешенное состояние, когда их монеты могут быть заморожены в ближайшем будущем. Особенно актуально это в свете того, что Binance должна до среды прекратить все действия. Это может привести к ажиотажу продаж Великобритании и, как следствие, к падению рынка криптовалют. Но я подумал, а может ли этот запрет быть результатом согласованных усилий традиционных финансовых учреждений, включая всю панику вокруг неэкологичности биткоина, запретов майнингов Китая и так далее. Все это может быть организовано, чтобы заставить розничных инвесторов распродавать свою крипту, позволяя финансовым учреждениям выкупать ее по дешевым ценам. Ведь, несмотря на всю раздутую панику, которая нацелена в основном на розничных инвесторов, финансовые учреждения, наоборот, делают совершенно нелогичные, казалось бы, в такой ситуации шаги. Goldman Sachs наращивает объемы торговли биткоинами и заключает партнерство с Galaxy Digital. Также именно он становится первым крупным банком США, который торгует криптовалютой. Самый крупный управляющий активами в мире BlackRock добавляет биткоин фьючерсы как потенциальные инвестиции для двух своих фондов. Целый ряд других финансовых институционалов, например, B&E, Mellon и MasterCard, также входят в криптовалюту. В частности, Bank of New York Mellon инвестирует в криптостартапы. Великобритания не единственная страна, которая ополчилась против криптобирж, в частности, против Binance. Японский регулятор также 25 июня этого года вынес предупреждение Binance. Власти Соединенных Штатов не отстают и проводят расследования в отношении Binance. Возможно, для Binance все только начинается. Также 25 числа Binance у себя в блоге опубликовал следующее предупреждение, в котором сообщается о прекращении обслуживания резидентов канадской провинции Онтарио. Опять же, из-за регулятора и его нормативных требований. Кроме этого, вчера канадский регулятор подал иски против криптовалютной биржи Полынь, а перед этим он подавал иски против Bybit и KuCoin. Регулятор утверждает, что эти биржи не соблюдают законы о ценных бумагах в стране. Когда я снимал видео о потенциальной атаке регуляторов на криптовалютные биржи и их потенциальную блокировку в некоторых странах, я сам сомневался в том, что так будет, а множество комментаторов проявляли вполне себе закономерный скепсис. Но теперь мы видим, что это только начало того самого регулятивного шока, который мы так давно ждем. Учитывая то, что тезер был назван угрозой финансовой стабильности в Соединенных Штатах, я думаю, что падение крипторынка может продолжиться. Если это только не манипуляция, о чем мы сегодня уже говорили. А что ты думаешь по поводу всего этого? Напиши в комментариях. Это было срочное, быстрое включение, потому что новость оказалась очень серьезной. И я не мог не позволить себе первым ее обозреть. Завтра я выложу более длинный и подробный ролик об этой теме. На этом все. Меня зовут Богатищий Ди. Подписывайся на канал, если ты тут впервые. Поставь лайк, это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию делать новые видео. До скорого. Продолжение следует...